Довольно странная ситуация, получается, произошла в Белгородской области. По информации СМИ, летел самолет Ил, летел самолет, в котором находились украинские военнопленные. Этот самолет Ил, это был военный самолет, который должен перевозить десантников, солдат, который должен перевозить военную технику, танки, ракеты, снаряды, но он перевозил украинских военнопленных. И вот этот военный самолет летел в зоне боевых действий. Ну, как мы знаем, в Белгородской области летают ракеты, они летают туда-сюда. И вот какая-то ракета, возможно, российская, возможно, украинская ракета попала в этот самолет, и этот самолет был сбит. Украинская сторона не была проинформирована о том, что в данном самолете, который летит, находятся какие-то украинские военнопленные. Информации такой не было. Ну, для украинской стороны летит военный самолет. Ну, это цель для уничтожения. И вот украинская сторона, она, если она уничтожила, она правильно это сделала. Возникает вопрос, кто же виновен в том, что вот в данном самолете, если были военнопленные, эти военнопленные погибли. Ну, быстрее всего, что в этом виновата Российская Федерация. Российская Федерация загрузила украинских военнопленных в военный самолет и отправила их на смерть. Отправила этот самолет в зону боевых действий, зная наперед, что этот самолет будет уничтожен. Если в самолете ИЛ действительно находились украинские военнопленные, то это довольно страшное преступление. И это преступление совершила Российская Федерация. Субтитры создавал DimaTorzok